Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok В общем, все сделано довольно удобно Да, это все можно остановить Так работает дебаггер Теперь я покажу, что же вообще В процессе разработки может быть полезно Что уже есть, что уже добавлено в NetWins Вот, допустим, вы пишете Java-приложение Простое Назовем его 10 В всякий случай Да нет, больше 10 Так Вы пишете какой-то нативный интерфейс Например, функция, которая будет говорить hello Ну, точнее, не hello А то, что вы напишете здесь На самом деле, можно сделать немножко проще Буду копировать куски кода, чтобы было быстрее Потому что времени действительно мало Вот Получилось очень быстро и эффективно Да, и вот вам нужно имплементировать функцию save Вот, нужно написать какие-то специальные Маглериумные имена, которые используются для этого Разумеется, вы не читали спецификацию И вам не нужно ее знать Потому что это глупость учить спецификации Что же можно сделать? Вот, NetBeans предлагает решение Я буду часто повторять слово NetBeans Потому что это главное слово здесь Есть такой пункт в меню Называется Generate GNI Library Project Вы можете опять же Чтобы все совпадало Одним кликом Сгенерировать GNI проект Который Будет имплементировать эту функцию В этом проекте Содержится Сгенерированный header Который генерится Специальный Тулой Уходящий в состав JDK Java И уже Типовная имплементация Но в имплементации можно вставить что-то разумное Например Say hello Как нибудь вот так Ну и клудники тоже вставлены Это просто получение стринга из параметра Который мы передали И его в печать Можно убедиться Что этот проект Компулируется И на самом деле Уже были внесены Необходимые изменения В джавовский проект То есть вот например Была установлена опция Java Library Path Ну в общем Все сделано автоматически Кроме одной детали Эту библиотеку На самом деле Нужно таки Загрузить вручную Потому что это делается Вашим визерским кодом И в принципе Вы можете захотеть это сделать В разных местах Да Вот теперь все должно работать Можно проверить Что ошибок нет Для этого просто запустим Приложение И увидим что да Кло напечаталось Когда у вас есть Приложение Использующее GNI Конечно же Вы допустим Браузский приложение Вы смотрите как оно работает И одной из приятных фич Будет навигация Вот если я иду Отсюда На использование Сея Я попадаю в джавовский код А отсюда я попаду Уже в натив Да Это полезная штука Потом Если вы вдруг Добавляете Какие-то новые Функции Например То конечно же Вы можете Перегенерировать Автоматический Хэдер И как вы видите Здесь появилась Функция Детку Ее можно имплементировать Сейчас я этого делать не буду Поэтому я на самом деле Верну все В исходное Состояние Да Так Далее Разумеется Если вы добавляете Новый класс В какой-нибудь New класс Например И он будет Содержать Тоже нативные Методы Тоже точно так же Можно Сказать Что Генерировать GNI Хэдер И он предложит выбрать Куда же его сгенерировать Вы можете Выбрать любой проект Любое место И у вас будет Сгенерированы Хэдеры И дефолтные Имплементации Которые по умолчанию пусты Для того чтобы Вы на генерацию Более Кода Не отвлекались Да Значит Это То что касается GNI Также на самом деле Очень часто Ну и очень часто Но иногда приходится Из C++ Плюсного кода Вызывать Jawsкий код В этом случае Для этого случая Тоже есть Небольшая фича Это Копирование В клиппорт GNI на сигнатуре Потому что В некоторых случаях Она может быть Сложной Ну вот в качестве примера Можно просто Сделать Метод Который мы сейчас Вызовем из GNI на библиотеке Назовем его Не say А full А Да И На нативность Выходил на нативность Да Конечно Вот так Значит Идем Say Вот его имплементация Мы сразу попали в имплементацию И Здесь я буду писать код вручную Но чтобы использовать эту фичу С Копированием GNI на сигнатуры Нам нужно прежде всего получить Найти класс Который мы хотим Из которого Из которого Мы будем вызывать наш метод Здесь Должна быть Сигнатура этого метода Вот Для этого Мы встаем на класс Говорим Копирование И вставляем сюда сигнатуру То есть она должна быть В виде пакета Класс Разделенный Слышами Ну и там В таком случае Например Киндер класса Потом Нужно получить метод отсюда Ох Метод получается точно так же Мы Ищем Статический метод В качестве параметра Передается класс Имя метода Это Фу у нас было И сигнатура метода Вот сигнатура Она Опять же Если вы не читали спецификацию Может Представлять Некоторую сложность Ее получить Потому что Она должна выглядеть Вот так То есть здесь Маглированные параметры Специальные символы В случае если бы это был Массив Были бы еще одни специальные символы В общем ничего хорошего Для конструкторов Она немножко отличается Потому что конструкторы Вы тоже можете вызвать И Наконец Можно вызвать эту функцию Потому что мы Если все сработало правильно Все сигнатуры Сгенерирулись правильно То все должно Найтись Класс И собственно Стрингу Стрингу я не создал Стрингу надо создать Но я ее На самом деле скопирую Здесь Холло какой-нибудь Холло Какой-нибудь Холло Какой-нибудь Холло Пром Сепипи Еще надо Конечно Стрингу освободить потом Вот так Просто Для красоты Да Теперь 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 Посмотрим Я добавлял здесь Translation юнитов Но Я думаю что все скомпилируется Да Все нормально Мне класс Мне не нужен На всякий случай Его удалю Тоже скомпилирую Ой И проверим что Внутри Вызовы Сей Теперь Должен напечататься Холло И холло Промси пипи Да Это тоже работает Разумеется Дебаг здесь тоже сработает Если мы Сойдем Сей То мы Окажемся в сей Ну и здесь можно посмотреть Значение нативной стринги Например которые мы Передали с Java В общем все работает Как и ожидалось Таким образом Резюмируя У нас есть Навиграция У нас есть Генерация Сигнатур Для того чтобы вы легко Искали символы И разные Пичи по добавлению И генерации Новых Нативных интерфейсов Для ваших классов Еще есть Небольшая Да Пожелание Учитывается Пожалуйста файлите Энхансменты И все будет Добавляться Еще есть Поддержка Такая Очень Урезанная Но поддержка GNA технологии Потому что Некоторые Некоторым не так важен Performance А у GNA Performance может Немножко страдать Но тем не менее Поддерживать ее Довольно просто И соответственно мы это делаем Ну вот Простое GNA Приложение Для тех кто не знает GNA GNA Это такая вещь Которая Генерирует Вам Интерфейс Для того Чтобы вы могли Пользоваться Вашей Нативной библиотекой Как есть Вы не пишите Никаких прослоев GNA Вот этих Магнированных Нету Все делается Через Reflection Библиотеки GNA И есть Специальный Тун Называется GNA Radar Который 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 Кадер Файлам Например По вашему интерфейсу Сишному Или C++ Может сгенерить Вам Класс Который Называется Вот GNA Интерфейс И он Наследуется От Library Здесь не смотрите На практический интерфейс Это эксперимент И На самом деле Интерфейс Который Генерирует То Что происходит В C Или C++ Поэтому GNA Удобно пользоваться Это Один из основных Плюсов Мы можем увидеть Что это все работает Если мы запустим файл Мы увидим что Answers 42 И Мы можем увидеть То есть Навигация У нас есть навигация Мы можем увидеть Что Сам функшн Который имплементирован В нативе Действительно возвращает 42 Вот Ну собственно все Как я сказал Поддержка Технологий Для такого Вот Взаимодействия Java и C++ Она Разрабатывается сейчас Поэтому Если вдруг Кстати Кто из вас Уже пользуется Или пользовался GNA Или иными технологиями Для Такой работы Вот Отлично Отлично Я надеюсь что Во-первых Если вы вдруг не пользовались Надвинсов Вы теперь знаете Чем на самом деле Надо было пользоваться Это первое Второе Все ваши предложения Они Мы их ждем Это первое Это первое Это первое Это первое Это первое Это первое